Всем привет дорогие друзья! Несколько дней назад я делал видео о том, что в двигателе называется лаком. То есть вы наверняка много раз слышали такое выражение, когда заглядываешь в маслозаливную горловину и видишь в двигателе допустим налет на деталях и многие это называют лаком. Для уточнения специально вам объясню, некоторые путают два разных фактора. Лак это твердые окислившиеся отложения на внутренних деталях двигателя. Некоторые путают его с красным маслом, масло окрашивается. Есть некоторые типы масел, которые со временем принимают красноватый оттенок и многие ошибочно путают это с лаком. Нет, если вы видите в двигателе красноватый оттенок, это не говорит, что это лак. Возможно просто масло окрасилось от присадок, то есть присадки вступили в реакцию, бывает с газом, бывает с бензином, разные присадки бывают и масло со временем принимает красноватый оттенок. Если у вас нет твердых отложений внутри двигателя, это не называется лаком. Это просто детали покрыты масляной пленкой, которая имеет красноватый оттенок. Но если ваши детали в двигателе покрыты твердыми окислительными отложениями, то это называется лаком. Именно твердые окислительные отложения, они могут прощупываться пальцем. То есть вы засовывая палец в маслозаливную горловину, можете прощупать. Если это масло, просто с красноватым оттенком, то ничего страшного. Но если это твердые отложения, то это уже может нести серьезные последствия. В том числе это может привести к залеганию из-за коксовки колец. Не путайте разные вещи. Если для вас это видео оказалось полезным, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!